Первое. Очистка повреденной зоны элемента. Второе. Шлифование поврежденной зоны. Третье. Нанесение пластмассовой замазки. Четвертое. Шлифование замазки. Пятое. Нанесение промежуточной грунтовки. Шестое. Нанесение поверхностного лака. Ниже приводены. Обработка поверхности предохранительного штока. Нанесение замазки. Нанесение промежуточной грунтовки. Нанесение поверхностного лака. Очистить поврежденные зоны предохранительного штока с использованием обезжиривающего средства. Уточнить отсутствие загрязненных веществ на элементе. Шлифовать поврежденную зону с использованием головки шлифования размера номер 7 и наждачной бумаги номера P120. Шлифование с использованием грубой наждачной бумаги вызывает шероховатость. Шлифовать угол царапины при шлифовании мелкой царапины для удобного прилипания смазки. Наклеить наждачную бумагу номера P180 на истиратель двойного действия для шлифования. В то время надо обеспечить отсутствие оставленных осколков на поверхности. Шлифовать перистый край с использованием наждачной бумаги номера P240. Шлифовать с края подлежащего нанесению пластмассовой замазки. Проверить поверхность полностью после продувки поверхности с использованием копья продувки. Очистить поверхности и обезжирить. Многократное стирание поверхности с использованием растворителя и обезжиривающего средства вызывает явную разницу на высоте у перистого края старого покрытия по причине худшей прочности промежуточной грунтовки к растворителю. Нанести тонкий слой пластмассовой грунтовки на открытую часть материала основания. Обязательно нанести грунтовку на открытое место материала основания, а то проявляется вопрос худшей силы сцепления. Нанесение пластмассовой замазки Выполнить равномерное смешивание пластмассовой замазки из отвердителя по пропорции продукции, после чего нанести на повреденную зону. Нанести пластмассовую замазку на остаточные царапины на поверхности основания материала. Прямо нажать на скребок. Замазать на часть шлифования для нанесения тонкого слоя замазки. В целях заполнения оспин надо много раз нанести замазку в определенном количестве на поврежденную часть. В целях обеспечения уточнения замазки по кругу надо перекрыть старое покрытие замазкой объемом примерно 1 к 3. При нанесении замазки двигать скребок замазки по форме перистого края. Проводить принудительное сушение пластмассовой замазки с использованием инфокрасной подогревательной лампы. В случае, если на поверхности замазки имеются ступени или большие впадины или вздутия, надо сначала проводить глубокое шлифование с использованием наждачной бумажки номера P180 и полировочного блока для устранения степени и впадин от поверхности замазки. Внимание! Избыточное нажатие вызывает деформацию поверхности при шлифовании, а также неправильное шлифование поверхности замазки. Не нажимать с большими силами при шлифовании поверхности использованием наждачной бумаги. Наклеить наждачную бумагу. Наклеить бумагу номер 240 на полировочный блок для шлифования поверхности. Постоянно проверить поверхность троганием и снаряду с этим тщательно шлифовать поверхность с учетом степени прозрачности перистого края. Не шлифовать старые покрытия при шлифовании края замазки. Проводить проверку визуальным методом и методом трогания при шлифовании общей поверхности. Закрытие до начала нанесения. Защитить зону, подлежащую нанесению грунтовки. Нанесение промежуточной грунтовки. Добавить мягчителя в промежуточную грунтовку по требованиям. Потом проводить нанесение и шлифование после полной сушки лака. Проводить операцию нанесения поверхностного лака по процессу нанесения в соответствии с технологической операцией лака. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...